Жух! Привет, ребята, отниму вас буквально 5 секунд перед роликом. Друзья, 5 января, Т-Ценара, грандиозный турнир новогодний по Бэйблэйду Бёрсту. И там в призах, не поверите, Такара Томи, плюс там будут огромные тарелки. Это супер событие на новогодних каникулах, такое нельзя пропускать. 5 января, Т-Ценара, Проспект Кладропова, 22, грамманишь турнир вообще в истории Бэйблэйда. Такара Томи, главные призы, друзья мои, и ещё там арена тарелки, вообще сказка, пушка, гонка. Поэтому прямо сейчас группа, ссылочка в описании на группу, прямо сейчас приходи чекать свою информацию. И это грандиозно, каникулы, все дела, приходи, посажаемся, пофоткаемся. Я там буду, друзья, реально огромный праздник для всех. Такара Томи, не забывая подарок, призах, а вот огромная арена, мега-крутое шоу, бро, пропускать такое, ну просто вот невозможно. На каникулах, 5 января, бро, ссылочка, а в описании, ну что, приступаем к ролику. Привет, друзья, подписчики мои, а у нас сегодня что? У нас сегодня просто с ума сойдите, что у нас сегодня вот такая арена от компании, хотел сказать, Хасбро, но это же у нас Бэйблэйд. И это, вообще в шоке я, огромная красная арена, вы представляете чё? Это вот типа ту арену, что была жёлтая, я вам показывал, да, уже, а вот это уже красная арена. Вот такая коробка, соответственно, она увеличилась в длину, то есть та была у нас коробка, такая, больше такая длинная, такая вот вверх, а эта и квадратная, а здесь как бы в длину и поуже. Ну давайте посмотрим, что нам тут положили. Мне сказали, что, мне всё время, мне всё, мне легко вообще слогаться, мне вообще легко обмануть, мне сказали пушка-гонка, и я говорю, окей, поехали. Вот, я не проверяю в магазине, потому что так неинтересно, мне прикольней купить что-то интересное, и вот на обзоре, чтобы это были живые эмоции, потому что если я посмотрю в магазине, то это будет не то. Вот, и чаще всего вот я лажаю, и у меня там попадается вместо регалии апокалипсиса, терапыра, но я как бы вас предупреждаю, что, ребята, не будьте наивными, мой канал ещё для взрослых пацанов, ух, уже которые сами готовы покупать тебе игрушки. Вот, и я вас предупреждаю о том, что могут продавцы обмануть, поэтому, друзья, глядите сами в магазине. Конечно, знаешь как, на Байзону надейся, но сам не плашай. Вот такая какая-то концепция моего канала, то есть в любом случае, я просто, я говорю, я когда начал канал, моя тема была показать вам, что есть. Но я понимаю, что действительно продавцы могут обмануть, накосячить. Помните, у меня была арена Аватар, так до сих пор, кстати, мне продавец обещал, я ему вернул, он мне вернул деньги, мы договорились с ним. Но у меня какое-то пошло к этому продавцу разочарование, и до сих пор у меня арена Аватар нормальная. Причём он так, знаешь, он как бы, типа, удивился, что, ой, как так может быть, всё, говорит, заменю. Говорит, приезжай, поменяю на арену. Я приезжаю, говорит, а арен нет, то есть как так получилось? То есть ты мне продал какую-то некачественную вещь, ну не то, что некачественную, а неполной комплектации вещь. Да, а потом мне говоришь, что, типа, приезжай, я тебе поменяю без проблем, я приезжаю. А он мне говорит, ну, братан, нет, возьми деньги назад. Я такой, окей. Хотя я хотел в арену глянуть, потому что у нас будет дорого сюда, вот китайская нормальная. Так, смотрите, я просто заговорился. Так, подожди, слушай. Короче, короче. Что-то здесь не так. Ребята, ребятушки мои, ребятишечки. Что-то это какая-то шляпа. В оригинале здесь должны быть дырочки. И она, получается, ставится на ножки. Но здесь из-за того, что нету дополнительных... То есть, нет, качество пластика... Что-то как-то... Вот для этого не нужен мой канал. То есть иногда, конечно, вам придется самим все перепроверять. Но в целом, вот, допустим, вы смотрите, и эту арену я вам брать не советую. В смысле, вообще не берите такую арену. Лучше, ну, Hasbro по скидке, если только вы найдете. Но, чуваки, это, короче, полная шляпа. Здесь в оригинале... Ну, у меня же есть оригинал. Сейчас покажу. Секунду, просто время займет. Так, вот. Кто еще в логе просто позвольте через кадр на 5 минут? Ха, в лстаком, наверное, может. Так, смотри. Вот у меня есть оригинал. И в целом... В целом-то... Что происходит? Смотри, у нас здесь в оригинале есть дырочки, на которых подставка. Вот эти подставочки. Плюс вот здесь есть фиксатор. То есть, если желтая арена... Я кайфанул, она из хорошего пластика эта из... А это кто делает? Тулец был? Нет, слушай. Походу, та же фирма, что сделала и те предыдущие, другие желтые. Потому что по комплекту... Вот я смотрю сейчас. Комплекты здесь вот такой. То есть, да, это комплект из тех старых желтых арен. То есть, даже... То есть, тут в чем проблема? Не в том... В аватаре была проблема флеем. Там не очень качественные были материалы. И плюс там именно вот проблема была в том, что не хватало деталей. И там можно было решить, вернуть и прочее. Но здесь, ребята, это не решить. То есть, здесь... Да, я даже открывать не буду. Я это просто верну обратно в магазин. Потому что это подстава. Это колоссальная подстава. Нет, не нравится так. Не должна работать. В Хазбро здесь есть дырочки. И вы можете спокойно установить вот эти вот подставки. Здесь нет. То есть, здесь даже дырочек этих нет у продавца. То есть, получается... Я знаю, что бывает, с циклоном торговали. И там не клали в комплект вот эти вот защелки специальные. Да, вот как здесь такие, например. Вот. Причем странно. Смотри. А, они обе у меня, да, на камере. Как-то странно. Серая площадь смотрится странно. И получается, что там можно было где-то их найти. У продавца там докопать его и забрать. Здесь нет. Здесь нет. И можно сделать... Максимум, что можно сделать, это, наверное... Что сделать? Подложить мне эту скотч. Подложить скотч и вот так поиграть. Но при этом, кстати, вот здесь все равно сверху она фиксируется, но не сильно. То есть, если волчок в нее ударит, она отлетит. У Хазбро она даже снять, наверное, не получится у меня сейчас. Ну-ка, получится у меня сейчас открывает у Хазбро ее. Не, у Хазбро даже она... Смотри, не снимается. Смотри, какая. Блин. Ну вот об этом я говорю. Меня легко обмануть. И я не хочу, чтобы обманывали вас. Поэтому... Ну, то есть... Если, конечно, хочется, то, наверное, можно такой комплект себе получить. Это две ручки, пускатель, волчки. Но я... У-у-у-у... Это подстава. Это прям косяк. Нужно что-то... Я обязательно поеду, разберусь с продавцом. Я ему объясню, что, бро, такое продавать нельзя. Потому что... Ну, а как? Ну, как будет ребенок подставлять? Ну, конечно, нет. Стоит дешевле в три раза, чем оригинал. Но... Как бы... Они же просто продают, и все. Они, ну, меня знают кто. Они говорят, о, пушка-гонка, бери. А так а что ты продаешь-то? Посмотри, ты сам-то видел, что продаешь? Во, блин. Не, можно, наверное, как-то просто решить. Может быть, если у вас рукастый бати, или вы там как-то очень хочете такую арену, то можно. Конечно, я просто смотрю вот на турнире, да. Детям вообще пофигу, чем играть, на чем играть. И вообще по барабану. Там что-то сломалось, они играют. Что-то не сломалось, они все равно играют. Так нельзя. Надо как-то понимать, адекватно расстояние то, что ты делаешь. Вот. И наверняка есть многие дети, которые даже о такой арене будут мечтать. И... Так не должно быть. Потому что, вот, допустим, приведу пример. Вот есть Payblade, да, есть оригинал. И с подделкой. В принципе, подделку... И в чем суть? Что оригинал сделан настолько хорошо и круто и просто, что подделка его копирует. То есть, как вот Lego, да, Lego кирпичики там делают. И вот есть фирмы, которые, ну, хорошо их подделывают. Вот. И здесь, ББ, та же самая история, что... Подделщики делают тоже хорошо. У SB ничего не ломается. Ну, бывает там, конечно, тоже косяки свои, полно косяков. У Flame тоже геморрой. Там постоянно какие-то куски отлетают. Но в целом подделать можно. И подделками играть хорошо. Бакуганы подделывают очень плохо. Даже SB. На карточке там не то написано. Вот, в чем проблема Бакугана. То же самое. Но Bayblade, вот, допустим, Flame или SB, все равно круто. И можно поиграть. Типа, ну, я считаю, что лучше... В данном случае... Конечно, лучше один оригинальный, чем 100 китайских. Но в целом, если, ну, прям, хочется купить прям вот много всего сейчас, не хочется там ждать месяц с Японии, то... Или переплачивать там, да, в магазине, то можно купить несколько по ФСБ и нормально им поиграть. Вообще даже понять, твое, не твое. А дальше уже развивать коллекцию. Потому что я лично начинал с китайских, и вот к чему я пришел. Это круто, это мое. Вот. Лолы... Вот я про Лок рассказывать хочу, что, ну, Лолы совсем грустные, боже мой. Потому что, во-первых, оригинал МЖ делает очень плохо. И там, прям, косяки на косяки. И кукла не особо... Она прикольная, но не особо удобно играть. Вот. То... Подделка ужасная на Лолы. Мне обидно. Я же вижу, что люди покупают детям подделки. И у меня приходили... У меня когда работают в магазине, приходили. А если Лолы, я говорю, да, если у кого-то, полторы тысячи. Ой, там вот у вас на первом этаже продаются китайские за 500 рублей. Но это же не круто. Так не должно быть, Лолочку. Ну, потому что... Нет, если бы без проблем. Окей, если бы Лолы были хорошие подделки, то, наверное, можно было бы их покупать. Но так как подделки лютый шлак, особенно первая, вторая, третья серия, это вообще мрак был тотальный. Просто какие-то шурупы вкручены, там тела не оттуда. То есть, по Вейблейдам ты вроде, да, вот берешь, допустим, подделку, вот ты видишь, это Лорд Спрайзер. Причем довольно классно. Мне прям он нравится. Вот СБшка супер прямо не сделал. Я вообще молодцы. Ребята, прям респектую я. Но у Лол там пипец, там и тело другое, и одежда другое, и она воняет. И, о, какой-то скол. Не скол, а что такое на пластике. Ну-ка, ну аккуратно, мы сейчас аккуратненько. А, все, прохол. А, не, верно. Ну, срежем. О, я вообще взял все проискола. Вот. Вот. Да, у них есть свои минусы, у подделок они слабо держатся, и бывает ломаются, и прочее, прочее. Но в целом игрушка та. Да, да, хуже пластик, но игрушка, значит, у меня здравия. И, конечно, у меня все. Бам, открылся, у меня игрушка. Вот. Но лом, это совсем грустно. Я прям расстраиваюсь, когда покупают дети, как у нас. А еще раньше было, что обманывали, говорили оригиналов, а говорили поднимали. Вот, друзья, поэтому такую арену брать, значит, не стоит. Если прям очень захотелось. Да, но, потому что она явно лучше, чем вот та, которая другая была. А то у меня есть пластик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok